Привет! В этом обзоре мы узнаем о профессиональном восстановителе удаленных файлов под названием UltData. Эта программа есть для Windows и Macintosh. Мы же как обычно рассмотрим версию для окон. Давайте сделаем тест восстановителя UltData и увидим его плюсы и минусы. Переходим на сайт программы по ссылке из описания. И среди главных плюсов программы тут отмечены возможность вернуть удаленные и даже отформатированные данные и высокая скорость поиска. Давайте посмотрим, что в реальности. Скачиваем программу и устанавливаем. Процесс установки очень простой. Напомню, если нужно восстановить данные с диска C, то скачиваем на другой диск и устанавливаем на другой диск, не на диск C. А еще лучше скачивать вообще на другом устройстве, чтобы точно не затереть удаленный файл чем-то новым. После установки программа запускается и, как видим, главное окно программы тут тоже очень простое. Еще один плюс в том, что есть русский язык и нужно лишь выбрать, где конкретно искать данные для восстановления. На жестком диске, на внешних устройствах или в стандартных папках Windows, вроде рабочего стола или корзины. Давайте сразу дадим программе сложное задание. Начнем с максимального и попробуем что-то восстановить на флешке. Это будет непросто, потому что она уже отформатирована и на нее записан образ Windows. Но посмотрим, сможет ли программа найти что-то из удаленных файлов. Вставляем флешку, выбираем ее и начинаем поиск. Прошло всего несколько минут, поиск закончился и, как мы видим, задание действительно оказалось сложным. Программа ничего не нашла. В таких программах есть еще глубокий поиск и здесь он тоже есть. Давайте попробуем его. Обычно он идет дольше, но находит больше. Глубокий поиск тоже не был долгим по времени, достаточно быстрый и было найдено 3 файла. Давайте попробуем их восстановить. Тут можно сделать предварительный просмотр, но с большими файлами это не работает. А для восстановления нужно активировать лицензию. Сделаем это с помощью ключика вверху и восстановим файлы. К сожалению, они сохранились только частично и обычными программами не открываются. И это неудивительно, флешка прошла уже через многое. Хорошо, упростим задачу и запустим поиск по диску E. Тут уже веселее. Нашло много файлов разного типа, а именно 12653. И они отсортированы по разным папкам. Хочу отметить, что по сравнению с другими программами по восстановлению, поиск действительно здесь очень быстрый. Для сканирования 100 гигабайтного раздела прошло совсем немного времени. Да, файлов нашло немало, но большинство из них, конечно, уже не целы. Хотя часть информации сохранилась. Давайте попробуем теперь глубокое сканирование. Интересный момент. Результатов поиска 621, то есть меньше, чем при обычном сканировании. Другие подобные программы при глубоком поиске находят еще больше. А тут кажется, что наоборот, поиск сужается и делается более качественно. Посмотрим, получилось ли что-то восстановить целиком. Да, среди найденных файлов есть и целые. Вот, например, картинка. И вот документы в формате RTF. Посмотрим. Да, данные восстановлены. Находят и архивы. Пробуем его восстановить. Но, к сожалению, этот архив поврежден. Чем-то уже была затерта часть этого файла. В процессе работы в глаза бросается минус этой программы. Она не оценивает состояние файла. Было бы хорошо иметь пометку. Целый файл или он поврежденный. Ну и на сколько процентов. А вообще, если вы ищете конкретный удаленный файл, скорее всего, вы будете использовать поиск. И уже увидите, выжил ваш файл или нет. Конечно, ни одна подобная программа не вернет вам данные, если файл поврежден. Извлечь информацию в таком случае смогут только инженеры. И такой труд очень кропотливый. Что ж, теперь вы знаете еще об одной программе для восстановления данных. Ее главное преимущество – это скорость и качественный поиск. Напишите в комментариях свое мнение. Поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал ПК Без Проблем. А перед вами сейчас плейлист, в котором собраны другие обзоры и уроки по восстановлению данных. Так вы узнаете еще больше. До новых встреч в эфире!